Радостное событие. На одного маленького человечка в мире стало больше. Героиня телепроекта «В интересном положении» Анастасия Мартинь теперь не будущая мама, а мама настоящая. Пожелаем ее новорожденному сыночку здоровья. Совсем скоро мы встретимся и с счастливыми родителями, и с очаровательным малышом. А пока узнаем, что нового происходит в жизни молодых мам и пап областного центра. Дебютный обед. Когда и как начинать прикорм ребенка? Ей понравилось яблочко сладенькое. Она прям облизывалась, облизывалась. Мир в игре. Особенность игрушек первого года жизни малыша. Это вот такой левушка-браслетик, который одевается на ручку, на любую, на правую или на левую. Отправилась по делам. Как накормить чадо грудным молоком, если мамы нет дома? Молокоотсосы бывают разных видов. Есть вакуумные, есть поршневые. Режим дня. Ну, в принципе, режим дня сейчас стал для нас очень комфортным. То есть первый месяц, конечно, были некоторые недосыпы. Сейчас все нормализовалось. То есть спим мы хорошо. Ну, не всегда, конечно, но в целом нормально. То есть у ребенка сейчас, в принципе, такой режим, как у нас, наверное. Мы и не подстраивали, кстати говоря, когда ребенок ложился в 3 часа ночи. Мы некоторые, мне давали совет такой, будить ребенка, да, допустим, раньше этого времени, там, когда вот он спит в вечернее. И чтобы он, ну, как-то утомлялся и ложился спать, так как нам удобно. Но я знаю, что будить ребенка ни в коем случае нельзя, потому что это влияет на его нервную систему. Вот. И он сам, соответственно, уже начал просто приобретать тот режим, который у нормального взрослого человека. И мы для этого ничего не делали. Это само собой все. Мне кажется, природа сама делает свои чудеса. Погуляем мы всегда на набережной, везде, спокойно. Ребенка везде берем, даже в магазин идем, просто полегче одеваем, так же с переноской идем. У нас как бы жизнь продолжается, мы не останавливаемся, мы как бы не сидим дома, мы дальше двигаемся. Единственное, что иногда хочется посидеть в каком-нибудь кафе, но везде курит и везде орет музыка. Вот это нам не нравится. Хочется, чтобы было в нашем городе Кемерово какое-нибудь кафе или какой-нибудь такой ресторанчик, я даже не знаю, может быть, даже открытого вида, чтобы там не курили, и там была спокойная музыка, или вообще ее не было, да, чтобы как-то так было организовано. Вот это вот единственное хочется. А так все, у нас трудностей вообще нет. Надеюсь, что так и будет дальше. Прогулки молодой мамы с рождением ребенка несколько изменили свой статус. Если раньше они являлись всего лишь хорошим времяпрепровождением, то сейчас это самая настоящая необходимость. Для роста и здоровья крохи никак не обойтись без регулярных и обильных порций свежего воздуха. А еще без вот этого. Это такая игрушка-погремушка. Ее одевают на руки, она идет в виде браслета. Она идет как развивательная, то есть ребенок, когда делает какие-то движения, он слышит вот этот звон. Соответственно, он развивается и ловит вот эти вот звуки, которые возле него находятся. То есть рукой он маневрирует звук, получается. Это вот такой левушка в браслете, который одевается на ручку, на любую, на правую или на левую. Эту игрушку любит не только малыш Клементии, от нее в восторге и сами родители. Ну, потому что она такая компактная, да, ее можно на ручку, она цветная, яркая. Ну, и вообще она нам нравится самим больше, чем другие игрушки-погремушки. Конечно, ассортимент детских игрушек, он очень велик. И давайте попробуем все-таки вместе разобраться, с какого возраста можно предлагать ребенку ту или иную игрушку. Самая, наверное, первая игрушка вашего малыша будет – это детская мобили. Чем он хорош и что вам помогает развить? Во-первых, игрушка – это музыкальная. То есть она развивает слуховой анализатор. Как правило, она очень яркая. Ваш малыш будет постоянно наблюдать за ней, как движутся фигурки, как играет музыка, будет смотреть, следить, будет развиваться слух, зрение. По степени его взросления, то есть ближе к 4-5 месяцам, когда уже координация движения у малыша будет более высокая, он будет пытаться, да, тронуться ручками, там, ножками и так далее. Поэтому я считаю, что это незаменимая вещь, наверное, и многие родители покупают ее малышу, когда даже вот он еще, они не привезли его с роддома. А также у нас есть мобиль, который находится над кроваткой. При покупке изначально, когда мы были маленькие, мы на него не реагировали. Но сейчас со временем, с каждым днем мы все больше и больше наблюдаем, реагируем, радуемся, хохочем. Купание занимает очень большое время, да, и большую часть дети, особенно вечером, да, после того, как они покушали или погуляли, они идут мыться. И в воде, чтобы им было это интереснее, более интересный был процесс, есть замечательные такие игрушки, которые, ну, понятное дело, что они на воде держатся, они еще и прыскают, некоторые пищат. Это тоже очень хорошо развивает цветовое восприятие. Ребенок знакомит и с окружающим миром. То есть здесь есть и животные, да, всеразличные, морские обитатели. Опять-таки очень яркие, они красивые. Это все поможет ребенку в дальнейшем, в процессе взросления. Когда малыш появляется на свет, он проходит адаптационный период. Самое важное для него в первый месяц жизни – контакт с мамой и физический, и эмоциональный. Неонатологи подчеркивают, в этот самый ранний период жизни игрушки ребенку не нужны. Но как только Крох отметит свой первый условный день рождения, станет старше на один месяц, родителям пора идти в магазин товаров для детей. Какие же они игрушки первого года жизни? Ребенку надо, конечно, предлагать. Игрушки разные. Сейчас большое множество идет и книжек, и кубиков, и мягких, и твердых. По различной фактуре они могут быть и пушистые, и пищащие. Особенно это вот уже характерно для детей, кто достиг хотя бы 4-5-месячного возраста. Когда ребенок уже начинает сам присаживаться, ему намного интереснее становится уже попытаться достать что-то самому, руками потрогать. Опять-таки, если говорить про игрушки, скажем так, комплексные, которые выполняют несколько функций, это можно сказать про игрушки, погремушки, прорезыватели, которые совмещают в себе и игрушку, и служат очень хорошей, скажем так, фактурой, у них текстура резиновая для того, чтобы малыш мог погрызть ее, скажем так, почесать свои десна. Очень часто они идут наполненные питьевой водой. Мы рекомендуем родителям ненадолго положить их в холодильник для того, чтобы водичка приобрела, скажем так, не ледяное состояние, конечно, а слегка остывшее. Это будет оказывать легкий местный анестезирующий эффект для малыша, что тоже очень важно. Возможно, для вас, взрослых людей, резиновая уточка или яркие кубики всего лишь безделушки, но для малыша это настоящие тренажеры для развития органов чувств и познания мира. Также есть такие интересные у нас вещицы различные тоже, которые можно предлагать малышу буквально уже с рождения, когда он только пытается что-то держать в руках, и либо родители могут сами ее держать и водить перед глазами, чтобы опять-таки малыш учился следить за предметами, умел различать. Идет она из разной фактуры, то есть это, как правило, значит, есть тоже определенные требования к игрушкам. Они должны не содержать никаких химических красителей, должны быть безопасными, должны быть прочными, не должны содержать мелких каких-то деталей, чтобы ребенок, не дай бог, не подавился, не вдохнул эти детальки. Должны быть прочными, в общем, доставлять малышу только радость и удовольствие. И, как правило, они изготовлены из разных материалов. Это может быть специальная резина, специальная пластмасса, которая и мягкая, и твердая. Очень хорошо развивается именно мелкая моторика. Специалисты считают, что в каждом доме, где живет ребенок, обязательно должна быть разбивающая игрушка из каучука. Прочная, прыгучая и в то же время практически бесшумная. На такое малыш может резвиться, даже когда в соседней комнате спит уставший папа. О том, какую пользу такая забава принесет растущему детскому организму, догадаться нетрудно. Движение – жизнь. Совершенно безвредно для организма ребенка. Ребенок может на нем прыгать, скакать, грызть его, кусать. То есть никакого вреда здоровью он не принесет. Что это дает? Во-первых, у ребенка идет развитие всего мышечного комплекса. Идет массаж отдельных частей тела, если мы берем этого ослика, к примеру. Если мы берем мяч, то это вообще незаменимая вещь для массажа ребенка именно в первый год жизни. Мало того, что это будет очень веселое времяпрепровождение, как для ребенка, так и для родителей. Однако это еще и очень полезно. Развивается вестибулярный аппарат. С этого ослика вы можете прекрасно взять с собой, например, на природу. Либо там, если вы живете за городом, вы можете вынести его на улицу. Он, я уже как сказала, очень прочный. То есть он не лопнет, там ничего с ним не произойдет. И самое главное, он безопасен. Ребенку будет очень весело с ним. Нам подарили игрушку на месяц. Насмотри на наши родственники. Подарили игрушку «Слоник». Она предназначена для трех месяцев. Она идет как развивательная. То есть там ушки такие, как из фольги, сделанные под материалом. Затем там идут такие шарики, которые тоже звенят. И можно грызть такой приборчик небольшой. То есть это развивательная игрушка. Но так мы покупаем только пока погремушки. Грушки слишком объемные, громоздкие нам пока не требуются. Потому что ребенок маленький, он не может ничего толком ухватить пока. Еще я просто не могу вам не рассказать про развивающий коврик. Это вообще просто, я не знаю, незаменимая вещь, наверное, будет для каждого ребенка. Чем он хорош? Во-первых, он развивает воображение у вашего малыша. Развивает, конечно же, цветовосприятие. Развивает все анализаторы и слуховые, и зрительные. Мало того, что здесь подвешены на таких маленьких штативчиках все различные разные по текстуре, по размеру, цвету, погремушечке, которые можно трогать, можно кусать зубами, пинать ногами. Использовать его уже можно буквально с двух-трех месяцев. То есть с того момента, когда ребенок уже сможет разжимать свои кулачки и сможет хотя бы ладонью попытаться что-то захватить, какую-то игрушку. По мере взросления, ему, конечно, будет интереснее уже их и потрогать, и погрызть, и, может быть, погреметь, попинать ножкой. Здесь есть замечательное зеркальце, плюс спрятанные всякие сюрпризчики в таких кармашках, что тоже будет очень интересно. Мягкая такая подушечка, то есть даже если ваш ребенок вдруг заиграется, он может спокойно здесь сдремнуть. Ну вот, конечно, потом мы всегда родителям рекомендуем переложить ребенка в кроватку, в более безопасное место. Не забывайте, что помимо ярких и привлекательных игрушек, малыши любят играть с обычными предметами – картонными коробками, кастрюльками, банками, водой и песком. Предоставьте ему возможность больше узнавать об окружающем мире, но не забывайте о безопасности малыша. Все игрушки и предметы, которые вы даете ему для игры, должны не представлять опасности для здоровья. Уделяйте новорожденному максимальное количество времени и внимания – это и малышу идет на пользу, да и мама с папой в неподдельном родительском восторге.